Всемирный день отказа от курения в этом году выпал на 15 ноября. В Воткинске прошла профилактическая акция «Дыши легко, живи свободно». Конфета или сигареты? Сигарета или конфеты? Сегодня мы предложим жителям Воткинска обмен и посмотрим, что из этого выйдет. «Дыши легко, живи свободно» акция под таким названием прошла сегодня в сквере у магазина номер 35. Волонтеры подготовили флешмоб, а также была организована игровая познавательная программа для школьников. Всем участникам были подарены значки. Мальчишки, девчонки, можно просто так пританцовывать. Не обязательно именно так. Ребята, ну давайте немножечко. Сегодня все-таки не очень жарко, прокладненько. Давайте взбодримся. Как известно, капля никотина убивает лошадь. Но это никак не влияет на число курильщиков. Их число растет с каждым днем. Цель данной акции является привлечение внимания молодого поколения и побуждение отказаться от вредной привычки. Пока дети участвовали в конкурсах, мы вышли на охоту. Вы нам сигарету, а мы вам конфету. Согласны вы меня? Согласны или нет? Мы вам даем еще такой буклетик? Хорошо. Ага, вот буклетик и конфету. И конфету. Маленькую, но очень вкусную. Не курите. Спасибо большое. Одна есть. Давайте поменяем сигарету на конфету. Согласны? Давайте. Вы давно курите? Ой, давно. А не хотели бросить? Хотел. Так вот, вот. Еще одна. Конечно, реакция людей на предложение была самой разной. Кто-то с удовольствием менял сигареты на сладости, а кто-то так и не смог расстаться с сигаретой. Даже в обмен на карамель. Здоровый образ жизни также был в почете. Не курящие или те, кто гордо заявлял, что уже бросил курить, получали сладкий презент в качестве бонуса. Вы курите? Нет. Молодцы. Всемирный день без табака – акция, направленная на улучшение здоровья нации. Доставая очередную сигарету из пачки, помните, что человек трижды платит за каждую выкуренную сигарету. Он тратит деньги, свое здоровье и здоровье своих детей. Бросить курить может каждый. Стоит только захотеть. Сегодня вы можете навсегда попрощаться с этой пагубной привычкой. Виктория Матанцева, Валерий Колдомов, Водкинске.